Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно сделайте это. Это меня очень мотивирует. Сегодня у нас, как вы уже понимаете, мукбанг. Это грузинский хинкаль, наш с вами любимый соус для грузинских хинкаль. И очень крутая закуска, рецепт, который я увидела в инстаграме, решила повторить. И вы не поверите, я ее не пробовала. Но мне почему-то кажется, что это очень вкусно. Это крабовая палочка, в нее завернут сыр, вареное яйцо и немножечко совсем сливок. Автор уверял, что получается безумно вкусно. Здесь моя любимая колбаска сервелат, соевый соус у нас здесь. И давайте приступим. Я очень соскучилась, вот честно вам могу сказать, я безумно соскучилась по мукбангам. Особенно меня сильно мотивирует, когда я вижу чужие мукбанги. Смотрю, у меня прям слюньки текут. Я думаю, блин, надо тоже снять мукбанг. И вот я прям вчера и позавчера очень хотела снять мукбанг, но, к сожалению, у меня никак не получалось. Были другие дела. И вот сегодня наконец-то собралась силами. Кстати, сейчас утро. Утро. Будем обжираться на утро. Так, я не знаю, я смогу вот так вот взять и макнуть соевый соус, который так далеко. О, супер! Очень вкусно! Сразу хочу сказать пару слов насчет букета, который я выставила в инстаграм. Я знаю, что будут, скорее всего, вопросы. И многим интересно. Многие считают, что я просто держу какую-то интригу. На самом деле нет. Просто я в периоде своего взросления, так скажем, сделала кое-какие выводы для себя. Относительно своей жизни я поняла, что абсолютно все вываливать в ютубе немного неправильно. Неправильно в том плане, что я человек, который очень сильно подвержен чужому мнению. И когда вы что-то пишете насчет моих, например, отношений в комментариях, вы просто не представляете, насколько сильно вы меня накручиваете. И в результате этого потом у меня возникали проблемы. Проблемы именно со своим восприятием. Поэтому я все-таки для себя сделала вывод, что счастье любит тишину. Для меня лично это работает так. Есть у меня кто-то там, еще что-то. Это не столь важно на самом деле. Мы с вами можем обсуждать какие-то другие темы. Поэтому, если вы зашли на это видео чисто из-за этого вопроса, я специально решила ответить на этот вопрос прямо в начале. Чтобы все получили свои ответы прямо сразу, не досматривая видео до конца. Сказать честно, я сама очень не люблю кликбейт. И поэтому сама не делаю такое. Ну, стараюсь, по крайней мере, не делать. В инстаграме поставила опросник. И хочу поотвечать на ваши вопросы. Что такое для тебя здоровые отношения? Если в отношениях вы постоянно смотрите психологов, постоянно смотрите карты Таро, что, как, почем. Постоянно у вас есть какой-то дискомфорт в отношениях. Вы постоянно пытаетесь как-то меняться, подстраиваться под человека. Вините себя, например, закончили разговор, и я вот от себя чисто беру. И вы думаете, блин, не надо было так говорить, надо было сказать по-другому, а это может ему не понравиться. Я считаю, что это нездоровые отношения. Вообще, если в отношениях вам хочется смотреть психологов и искать выходы из ситуации именно у психологов, не нужны вам эти отношения. Это мое мнение. Для меня крутые отношения — это когда ты говоришь, и ты не думаешь о том, что ты говоришь. Когда нет вот этих манипуляций каких-то. нету недосказанности. Когда тебе плохо, ты можешь позвонить человеку и просто сказать, знаешь, мне хреново. Я хочу, чтобы поговорить, чтобы ты меня выслушал. И чтобы мужчина не сказал, знаешь, мне сейчас не до тебя, или опять ты ноешь, да ты уже задрала, шлите таких мужчин на три веселые буквы. Вот я считаю так. Я уверена, сейчас многие со мной не согласятся. Но почему большинство женщин выносят мозг? Они это делают, потому что их конкретно что-то не устраивает. Их что-то беспокоит. Если партнер не готов вас выслушать, встать на ваше место, сделать что-то, чтобы вас это не беспокоило, то нафиг такого. Я просто однажды услышала эту фразу, и она для меня была роковой. Как-то в сиктоке наткнулась. Один из психологов сказал, девочки, если в отношениях вам постоянно нужно подталкивать человека к чему-то, постоянно что-то объяснять, смотреть какие-то туториалы, как изменить ваши отношения, значит просто что? Человек не ваш. Я не говорю, что надо обнаглеть и просто свистнуть ножки и сидеть на шее. Нет. Просто для меня самое главное, чтобы в отношениях была легкость. Не было такого, знаете, ты, например, сидишь и думаешь, блин, почему я не позвонил, почему я не позвонил? А когда он позвонит? Мне нравится, когда мужчина, например, в какой-то конфликтной ситуации сразу говорит, подожди одну секунду, я сейчас приеду, и мы с тобой поговорим. То есть как бы я стремлюсь к такому. Я уже предугадываю комментарии, многие напишут, какая-то высокомерная, там не знаю, тебе все подавай. Вот. Сказать честно, я сама тоже вообще не конфликтный человек, и мне обязательно должно быть комфортно. Я выбираю свой комфорт. Есть, например, два варианта мужчин. Один богатый, обеспеченный, там не знаю, классный, но такой, например, лавелас, да? И, например, второй вариант. Он, например, не сильно обеспеченный, там работает где-то в банке, зарабатывает немного, но зато он верный, с чистым сердцем к тебе. Мой вам совет. Выбирайте тех людей, с которыми вам комфортно. Очень вкусно. Если вы подходите к выбору, например, своего спутника с мыслью о том, что все мужчины плохие, все мужчины козлы, то вы, скорее всего, и наткнетесь на такого человека. Надо думать о позитивном. Если один вас обидел, это не значит, что все плохие. Вот, честно, даже среди моих подруг, знакомых, есть девочки, которые находятся в абьюзивных отношениях, им уже давным-давно пора бежать из этих отношений, а они все держатся. Все познается в сравнении. Нужно пообщаться, узнать человека, почувствовать это. Одна подписчица мне написала пару дней назад. Реально, девчонки мне пишут какие-то свои истории. Мне, с одной стороны, даже это странно в том плане, что я свою жизнь не могу построить, как я могу давать людям советы. Мне, с одной стороны, это очень приятно, что вы находите время, пишите мне в Инстаграм такие огромные тексты касательно своих отношений. Вот, когда люди так открываются, мне тоже хочется написать что-то о своем личном опыте и так далее. так что, если тебе прям хреново плохо и тебе хочется с кем-то поделиться, пиши мне. Ну, конечно, не факт, что я это увижу, но иногда бывает, вот захожу и пару дней назад вот общались с девочкой, она рассказывала про свои отношения и так далее. В общем, она рассказывала о том, что лично у парня находят переписки с другими девушками. Он это объясняет так, что ему просто не хватает виртуального общения и так далее. Постоянно он на сайтах знакомств и что с этим делать. Я типа эксперт. Я почувствовала себя на минуточку психологом. Я просто сказала свое мнение, опять же, решать, конечно, девушке самой. Я все-таки считаю, что если мужчина ищет кого-то на стороне, даже если он это аргументирует типа тем, что мне просто не хватает общения, значит, он недоволен вами. Значит, предел его мечтаний это не вы. А это уже как много он говорит. Человек, который постоянно в поиске чего-то лучшего, он никогда не будет довольствоваться тем, что у него есть. И он рядом, я так думаю, пока он не нашел. Вот как только он найдет лучше вас, а человек, который ищет, он обязательно найдет. так все, до свидания. Зачем распыляться на человека, который постоянно ищет кого-то? Зачем вам это нужно? Я когда ей это написала, она мне говорит, а нету хороших парней у нас в городе и так далее. Да блин, вот реально пример вам. У нас в Азербайджане в последнее время очень много девушек, которые выходят замуж за иностранцев. Я не знаю, в каких программах они там знакомятся. Я не особо владею хорошо английским, но очень много девушек, которые, вот как я русский знаю, они знают так английский. И они не прям на сожительство едут, они прям заключают брак. Кто живет в Баку, тот в курсе, про какие случаи я вам говорю. Да даже далеко не ходим. Моя одна одноклассница вышла замуж. Сейчас живет в Европе. Если я не ошибаюсь, он итальянец. И вот все говорят, типа, европейцы, они такие жмот, да они жадные. Вот я с ней параллельно иногда общаюсь. Но она мне говорит, ничего подобного. То есть и подарки я получаю, и за все он платит. И вполне адекватный, нормальный мужчина. и давно они, кстати, вместе. Уже лет пять точно. Мы иногда переписываемся с ней в соцсетях. Сказать, что он какой-то в возрасте некрасивый. Нет, шикарный мужчина, живет в Италии, ей все нравится. Итак, следующий вопрос. Сталкивалась ли ты с людьми наркоманами или алкоголиками? Как к ним относишься? Я все-таки считаю, что это болезнь, от которой нужно лечиться. В моем окружении ни наркоманов, ни алкоголиков никогда не было. И я больше скажу, никогда не видела, как кто-то что-то употребляет у нас. Хотя в последнее время все чаще и чаще слышу от людей, что это все очень сильно у нас развивается. но так как я сижу дома, кого я встречу? То есть с зависимыми людьми у меня никогда не отношений, ни даже дружеских каких-то, даже в группе я не замечала, что кто-то что-то употребляет. Я сама никогда в жизни никаких запрещенных веществ не пробовала, никого пробовать тоже не собираюсь. Были моменты в моей жизни, когда я хотела совершить самоубийство, но попробовать что-то такое и потихоньку убивать себя никогда желания не было. Даже мысли попробовать никогда не было. Я, конечно, понимаю, откуда ноги растут. Здесь такой вопрос. Узайл задает вопрос. Тебе огромный привет. Какой твой типаж парней? Какой характер парней тебе нравится? Я считаю, что мужчина прежде всего должен быть мужчиной. Как бы это странно не звучало, я сейчас смотрю Дом 2, кто смотрит, отпишитесь. И там, короче, девушка беременна от бывшего. И нынешний ее парень такую истерику устраивает. говорит, я не могу принять это я чуалень, что ли. Так ведет себя как пацан, не как мужик, а как будто ему 16 или 15 лет. Вот как-то так. В общем, такие инфантильные мне совершенно не нравятся. Мне нравятся мужчины статные. И не важно, он 25 лет, может быть статным, он может 35 быть статным. Но я смотрю Дом 2, у нее, значит, бывший, от которого она забеременела. Он тоже шутит, там угорает. Все-таки это его ребенок тоже, и так резко высказываются о ребенке ему параллельно. возможно, это как-то грубо звучит, но они как будто слишком легкомысленные. Мне такой характер вообще не нравится. Вообще. я, понимаю, что человек может не принять чужого ребенка, и это нормально. И в этой ситуации мне жалко только вот эту девушку, которая действительно очень умная, она очень образованная, такая, знаете, сдержанная. Мне по характеру, я, мне кажется, очень похожа как раз-таки на нее, хотя у нее тоже очень много гейтеров. Ну, в общем, суть заключается в том, что девушка мне безумно просто нравится, но вот то, что происходит вокруг нее, это, конечно, жесть. Мужчина может не принять чужого ребенка, и сказать, знаешь, я не принимаю, извини, уйти. Другое дело, он все ноет и ноет, 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 плачет. Закончилось. Например, есть один типаж мужчин, которые вечно гуляны, то есть каждый вечер они где-то с друзьями, где-то там, в клубе, в чайхане, тут, там, то есть абсолютно не домоседы. В принципе, ничего плохого в этом нет. Но лично для меня, например, такой мужчина не подошел. Ну, для дальнейшей жизни, я как бы думаю, потому что мы разные, разные, наверное, по темпераменту, по интересам, наверное, немножко разные. Я не говорю, что мужчин должен целыми днями сидеть дома, но... есть такой типаж парней, которые абсолютно не могут сидеть дома. вот такой мне не нравится. Чересчур романтика. Я тоже не люблю. Ну, и не совсем, знаете, такой сухарь, но чересчур вот романтичный, мне тоже не нравится. при тех, там какие-то стихи пишут. Немножко не мое. Закончился. Уже точно закончился. У человека обязательно должна быть какая-то работа, чем-то должен он увлекаться, не должен быть папенькиным сыночком. Абсолютно не обязательно, чтобы в своей сфере он был супер успешным. Просто у человека, чтобы была своя работа, чтобы он любил свою работу. Человек, чтобы был позитивный. Есть люди, у которых, в принципе, в жизни все хорошо. Но ты их послушаешь, все плохо, государство плохое, налоги большие, пенсии маленькие, все крадут. Ужас. Я считаю, что если тебе что-то не нравится, ты можешь поменять. Начать жизнь с чистого листа. Сколько таких моих знакомых, которые уехали в другие страны и сейчас живут прекрасно, радуются жизни. Но люди, которые ничего не меняют в своей жизни и постоянно ноют, я не могу с этих людей. Я даже дружить не могу с такими людьми. Потому что после встречи с ними у меня какой-то, знаете, прям депрессняк. Но я ни в коем случае не говорю, что человек не имеет права там погрустить или еще что-то. Имеет. Окей. Но когда человек постоянно находится в пессимизме, когда у человека постоянно что-то не так, вот это меня раздражает, честно. Я, кстати, не думала, что я смогу доесть. Потому что утром у меня не особо аппетит бывает. А что, знаете, почему? Потому что все было очень-очень вкусно. Короче, очень надеюсь, что мне удалось ответить на некоторые из ваших вопросов. А вы не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока. Пока.